Ольга Задорина работает в животноводстве уже около 15 лет. Рассказывает, здесь, в Наринмаре, к коровам отношение совсем другое, нежели на большой земле. Животные часто болеют, а потому ласка, забота о них – непременно атрибуты их долгой жизни и хорошего надоя. Ну, любимых у нас нет, у нас все любимые. Как, вот если они не то же, что понимают. Если у нас с одной по ласковее, а с другой по грубее, то уже можешь отдачу получить от той, которая грубо обратилась. А с другой по ласковее, конечно, они все равно все чувствуются. Крупнейший животноводческий комплекс округа находится в ведении Ненецкой промышленной компании. Здесь около 700 коров. Это почти половина всего крупного рогатого скота в регионе. По словам руководителей компании, пока рентабельность очень низкая. Корм дорогой, а животные часто болеют. Вот эта порода коров называется холмогорская. В условиях заполярья она хорошо переносит холода и дает нормальный удой. Но даже за такими жизнестойкими животными нужно постоянно следить, чтобы корова не болела и давала качественное молоко. Из всех холмогорских коров молоко дает каждая вторая. Такая производительность максимальная для заполярья. Но в эфирме, которая должна появиться в ближайшие годы, акцент будут делать именно на этой породе. То увеличение молочной продукции у нас будет в два раза. То есть мы сегодня средняя суточная до 4,5-5 тонн, то будет до 10 тонн молока. Я думаю, что то качество продукции, которое мы будем производить из цельного молока, оно будет востребовано. В новой окружной программе развития сельского хозяйства планы серьезные. Помимо большого животноводческого комплекса, который появится недалеко от Наринмара, возводится ферма Воме. В перспективе новые комплексы будут построены в Коткино, Красном, Неси и Нижней Пёше. Денис Суховаров, Александр Русачев, Телеканал Север.